Ее столько, раздавил, растоптал, все, плодородный слой есть, да? Давай так. Чуть с розолиночкой вот этот дальничек до расштрихуешь, мастихином притопчешь. А после этого возьмешь вот эти вот вещи и лежачий к холсту кистью, лодочный характер укладки, упакуешь синьку дали, бирюзинку передников. То есть прямо создашь вот эти вот горизонтали и темненьку этой торчащей, голубой плюс коричневый, будет темный, зеленоватый. То есть все лежит, это стоит. Ну здесь вытришь кисть и снова вернешься туда. Штрихуем. Море у нас лежачая среда, небо мерцательная среда. И так, наштриховал и придавил. А здесь, да? Но не так, как ты делал. А вот лежачий. А, ты просто повел, да, кажется? Не помню. Ну что-то подозрительное. То плашмя, то ребру, то плашмя. Хаос такой. Вот такой хаос. Вот, смотри, то ребру, то плашмя. Краски еще поддавим. Густота краски здесь не помешает. Даже наоборот. Хорошо? Нашвырять. Возьмем теперь большой мастихин. Именно большой. Может еще немножко подшвырнем краски. Прямо слякоть краски. Вода штука мутная и глянцевая. Правда, вот такое можно встретить на поверхности воды. Глянцевая и мутная. Вот такое. Очень часто, да? Когда на это ляжет разбил синенького ультрамаринчика, вот на этот глянец, оно сразу начнет превращаться в идею воды. Правда? Именно на раздавленный глянец краски. Раздавленный. Правда? Раздавить, сделать. Здесь взять голубой, коричневый. Провести темное. Настоять на этом темном мастихином. Настоять, настоять. Я взял голубой. Не синенькую, а голубой. Показать идею торчания в высоту и штрихом, и вот этими укладками. Перейти потом немножечко в синюшечку. вот этого тоже теневого пространства. Подзеленить с теплотой желтоватой вот это пространство. Прямо нагнать туда. Натравить туда штрихом втравить светленький, тепловатый зеленый. Вот это вот. Потом возьмешь, сбреешь красочку. Там, где у нас белый, сбреешь красочку. Там, где белый. И сначала белый возьмешь синим. То есть, белый в тени синий вид. Ультрамарин для этого очень подойдет. И сделаешь вот такие действия. Вот таких дракончиков подложишь раз, подложишь два, опустишь три. Прикольно? Ну, если надо, там, темноту эту подгонишь. А сверху лягут белильности. Вот такими лягут. Вот такими. и снизу подбиваешь, и сверху. И у тебя будет формироваться все это. Давай. Холмообразные укладки. Не было? Мы же там как раз с тобой делали идею лодочного характера. Чего они там стали вот такими холмами. Море это не вот так. Море это вот так. Вот так. Это вот такая траектория. Вот такая. Хорошо? Запомни. Никогда не делай вот так. Чего оно такое однородное? Тут темнее, тут светлее. Голубой, коричневый. И нагнать сюда темноту. А дальше поднимаешь. В смысле? Ну, какой-то кусок за мной. Я же уже нарисовал. Был уже? Ну, хотя бы насаждай. Насаждай темно. Ну, нужно насадить его. Его нужно туда насадить, навязать. Навязать, наштриховать. А ты просто тер, 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 тер. Как ребенок, которому дали, как солдат, которому дали отсюда и до обеда копать. Нет. Ну, ты же создавай то, что ты видишь. вот сюда. А здесь у нас белый. Вот так вам надо делать. Ну, хорошо бы. Ну, ровную волну лучше не рисовать. Все-таки, чтобы она может себе обозначить примерно ее очевидание. То есть вверх движения объединяешь. здесь ты навязываешь темный, а потом вот таким движением объединяешь. Логично? То есть навязал, спустил. Можно выцегонить. Да. Сейчас. Да. Можно более эффективно. Ну, и высота волны будет, смотри, не такой. То есть по уши. Здесь у нас просто это просто темный. Нет. Ты просто учти, что у тебя пена не будет на всю ширину. Вот ее. Это уже лежачая плоскость. Вот так, да? Да? Я специально здесь кладу сейчас горизонтали, иначе у нас волна займет все борьба. Глянец. Вот такое называется глянцем. Сейчас, сейчас, сейчас. дело не в изумруде, а в укладке краски. Вот это глянец. Раздавленная краска. Раздавленная. И вот на этот глянец приходят вот эти звуки. Вот здесь нужно умудриться крыльями помахать. вот прямо помахать, помахать. Наблюдая, не получилось ли чего красивого. Потому что красивое может получиться нечаянно. Не только чаянно. опять этот дракончик. И от него тоже кто-то пошел вот в этой направленности. вот в этой. Да. И все это ты видишь глянец. Глянец. Да? Смотри, как оно водяно сразу становится. Прямо не перепутаешь, что это. Вода. Сиреневый. Ты видишь, как хорош на зеленце. Стирай. Нет. зато мы так или ты хочешь биться, пока не волнует. Но смотри, потому что если что, можем не успеть за сегодня, если будем стирать. Поэтому, если хочешь, чтобы мы успели, не стираем, а работаем в унисон. Ладно? Все бы хотел. Периодически переходи и на меньшие мастихи для укладки каких-то деликатных. нюансов. Там у нас темно. Вот эти поступки совершить. Ты видел, да, застекуляцию какую? Пробую. Отсюда. Нет. Я как бы ребром мастихина, ребром. Но я не плашмя, а чуть-чуть на ребре держу и чуть-чуть подсбрасываю краску. Где-то активней, где-то менее активнее. здесь дракончик так и не появился. Не появилось вот это состояние падения. Здесь у нас очень темно. Голубой, коричневый. как по-разному две работы у тебя идут. Одна не идет, а другая прямо аж бежала. Вот что значит. Хотя здесь-то как раз легче. непонятный. Посмотри, какие сиропы. Коричневый, да? Представите. А почему бы и нет? Может там камень? Вот оно нечаянно получилось более коричневое, но там же мог бы быть камень, а он же коричневый. Готово, да? Угу. Веревочку свил. Все-таки здесь есть мерцание. То она, эта пена прозвучала, да? То она потерялась. красивые выкрутасы. Выкрутас? Угу. То есть это был произвол. Если бы он с одного раза не получился я бы еще раз еще раз его бы погнал туда. Вот этот валик воды, который оттуда накатывает. Посмотри. Оно? Прямо смотри, колесо воды. причем осталась цепочка светленького на краю. Туда уходит. Туда. слишком широкая. Туда слишком широкая. Немножко. Зигзаг. Да? не вполне бела вот здесь. Ну, как на картинке просто. Здесь фронтом свет упал, а здесь скользящий. поэтому там не не бело в полную силу. То есть такой полутон. все более уходящая в тень и становящаяся синий ковер пены, который туда вот ушел. становящийся синим. Выкрутасы. Эти выкрутасы, конечно, нужно поизобретать дома. тоже вдруг раз целая площадочка белая. То есть разнообразим и всячески-всячески разнообразим. В этом, конечно, будет как бы культурка письма. Сейчас смотрим, конечно, развлекаться можно. Вон сколько можно чудес вытворять. Действительно феномен релаксации. Потому что все зависит от удачного произвола. вот я не знаю как другие в бильярд когда играют. У меня если чувство успеха есть вот такого жизненного успеха то я в бильярд играю точно. А если нет успеха в данный момент нет ощущения успеха. Столько дурных ошибок совершаю. Ну и неточностей таких невкусных. вот так же и здесь когда ты в хорошем приподнятом настроении можно вытворять и оно правда. и такая и всякая и вот так и вот сяк. Дальник что-то ты коричневым его забомбил. Синюшечка и смотри густой чвякательный плюс чиркательный мазок. Чвякательный и чиркательный. густота краски создаст ощущение множества. Вот такие чирки уложить уложить с очвяком видишь чирк и чвяк уложить уложить вот эти множество множество уходящие. снизу размытие сверху выразительнее логично смотри какая симпатичная компания вторым этажиком подсунул бы дальние эти больше смещены в эту сторону эти больше смещены в эту мелочь пузатая там вдали двухэтажность и разноразмерность этих облаков дает эффект ухода и загоняния в пространство то есть вот это утоншение оно заставляет смотреть в эту щель это большое заставило в эту узенькую полосу смотреть понимаешь ну хочешь сберечь давай а зачем композиция нужна в центре там она вообще не нужна у нас вот все культурненько умненько в центре чуть-чуть можно помоделировать какие-то вкуснятинки вкуснятинки сопелечки этой краски чем хороша вот такая работа можно утром вместо дурацкой физзарядки встать и побаловаться побаловаться поразмяться потому что здесь нет этого здесь и не надо обязательно чтобы она была закончена не получилось что-то там не до ничего просто как утром как зарядочку сбрил всю краску у тебя прекрасная подкладка под следующий и потом в следующий раз снова набросился а у тебя уже зелененькая подкладочка синеватая зелененькая и снова подурачился то есть есть возможность в таких случаях буквально растренировать руку на мастихин на все эти деликатности мастихин тогда потом другие вещи станут лекоти мастихин мастихин фрэмми мастихин мастихин